Николай Васильевич, житель гусарской баллады, столкнулся с несправедливостью по вопросу транспортного обслуживания по социальной карте. Водитель маршрутки отказал ему и его супруге предоставлять льготы и высадил их, указав на объявление, в котором были описаны следующие правила. Коммерческий маршрут, который ввели вместо льготного, он был льготный маршрут, перевели коммерческий. Когда водили коммерческий, они обязали, что будут выполнять работу по социальной карте, будут возить пенсионеров. Но прошло некоторое время, они прекратили. Написали всегда табличку, больше трех, и все. Оксана Пушкина незамедлительно связалась с отделом социальной защиты населения Одинцовского района и на личном транспорте отправила ветерана на встречу в администрацию для оперативного решения проблемы. А затем проконтролировала разрешение ситуации по телефону. Юля – искра многодетная мать. С 2014 года она борется с бывшим мужем, который ранее был осужден за совершение особо тяжких преступлений. Женщина пытается лишить его родительских прав, поскольку общение с детьми негативно сказывается на их психике. Я стал ребятам, по большому счету, чтобы они общались. Да, потому что это действительно выглядит ужасно. Я потом по две-три недели не могу детей привести в чувства. Ну, я думаю, многим это знакомо. И в этой ситуации парламентарий постаралась оперативно разрешить проблему. Сделала телефонный звонок Ксении Мишоновой, уполномоченной по правам ребенка в Московской области, и договорилась о встрече в самое ближайшее время отчаявшейся женщины с самбудсменом. На приеме также обсуждались вопросы обманутых дольщиков. Люди уже шесть лет ждут своего жилья и борются за каждый отстроенный этаж. А им говорят, что у инвестора нет денег. Другие же избиратели, отслужившие родине верой и правдой в горячих точках, никак не могут получить положенные земельные участки. Пенсионерка Нина Никифоровна без уведомления лишилась трудового стажа. Вместо него ей начислили ежемесячную добавку к пенсии за детей, рожденных в СССР, в размере 10 рублей. Вот моя мама придет точно так же к депутату. Я хочу, чтобы человек, как моя мама, ушла и сказала, И надо же, господи, неужели есть справедливость, есть люди, которые тебя вытащат из неприятностей. Я хочу, чтобы так уходили люди от меня. Поэтому отсюда люди выезжают на машине депутатской, едут дальше в администрацию, я отсылаю со своим водителем. Я хочу про эту цепочку, чтобы она замкнулась. Человек вышел от меня и дошел до какого-то либо начала истории, либо финала этой истории. Ну, а зачем тогда работать? Оксана Пушкина всегда находит выход или дает совет, как правильно поступить в той или иной ситуации. А у людей появляется надежда.